Меня зовут Андрей Гусев, я проект-менеджер в компании Astaunt Commerce, и сегодня мы поговорим о том, как эффективно онбордить менеджеров в компании. Прежде чем мы начнем, давайте выберем какое-то определение, что такое вообще онбординг. Я предлагаю называть онбордингом процесс знакомства нового человека с компанией или проектом, который необходим для того, чтобы новичок разобрался с рабочими обязанностями и быстро вышел на уровень высокой продуктивности. Это одно из множества похожих определений, но я думаю, его достаточно для того, чтобы если кто-то пришел на этот митап послушать про другой онбординг, он уже успел отключиться. Сегодня мы поговорим о том, как вот эти процессы онбординга построены именно в компании Astaunt, как мы их строили и какими методами мы смогли повысить их эффективность. Поговорим о том, для чего вообще мы работаем с процессом онбординга, какие уровни онбординга построены в компании, ключевые моменты разберем каждого из этих уровней и поговорим, собственно, как этот процесс формируется, как он существует и как он обновляется. В самом конце у меня будет порядка 10 минут, я надеюсь, ответить на ваши вопросы, которые вы будете писать в Q&A секцию. Ну и в самом конце, как предупредил Саша, будет еще неформальное общение. Итак, онбординг как функция существует, наверное, в любой компании, даже в самом маленьком коллективе, в какой-нибудь кофейне, на шиномонтаже. Есть необходимость новому человеку объяснить, что делать, какие его рабочие обязанности. При росте компании, при росте размера компании, при росте количества людей новых, которые приходят в компанию, эта функция эволюционирует процесс. Зрелые компании этим процессом еще и пытаются управлять. Важно помнить, что процесс, он определяет правила не только для вот этого нового человека, то есть не только эта часть является процессом, но и определенное правило, и набор вещей, которые должны сделать и сотрудники самой компании, принимающей стороны. То есть этот процесс описан с двух сторон обычно должен быть. И когда он описан, когда в нем есть перечень обязанностей, как для одной группы людей, так и для новичка, этот процесс становится легче масштабировать. Его можно поручить проводить онбординг кому-то другому. Его можно поручить разным людям, его можно передать. Можно до определенной степени не переживать, что разные люди получат разную информацию в процессе онбординга. В общем, явно полезный элемент. По сути, процесс онбординга будет состоять из количества, точнее, определенного набора каких-то активностей, как для вот этой вот принимающей стороны, так и для самого человека. Обычно у принимающей стороны это задание по подготовке к выходу, к организации рабочего процесса вот этого нового человека. и задачи по проведению обучения. А у новичка обратное, да, то есть усвоение информации и прохождение этого обучения до определенного этапа. Отдельно, наверное, стоит заметить, что роль процесса онбординга существенно выросла при массовом переходе на удаленную работу, который произошел, наверное, за последние полтора года. Почему? Дело в том, что часть вот этих знаний, которые мы получаем в процессе онбординга, человек, в принципе, может получить другим образом. То есть без какого-либо онбординга, выполняя рабочие свои функции, особенно работая в коллективе, мы все можем посмотреть, что делают другие участники коллектива, особенно имеющие сходные с нами функции, да, что делают там разработчики, тестировщики, соседние project managers, и как они выполняют свою работу, и перенимать эти знания и эту информацию таким образом. Это, соответственно, очень сильно затруднилось при удаленной работе или при работе распределенных команд. Когда просто банально люди, с которыми ты работаешь на одном проекте, они не сидят с тобой рядом. Ты наблюдаешь каких-то совсем других людей, и не знаешь, какие именно функции они выполняют. К счастью, в компании AsTound процесс изначально был построен и ориентирован на работу в распределенных командах, потому что у нас в одной проектной команде практически всегда собраны люди из разных локаций и не только из Украины. И процесс онбординга тоже под это заточен. И нам не пришлось его особо менять вследствие преобразований в течение прошлого года. Отдельно хочется выделить онбординг-менеджеров. И мы сегодня будем в большей степени говорить про онбординг-менеджеров. Во-первых, наверное, хочется выделить его, потому что мы как бы комьюнити-менеджеров в первую очередь, и нам приятно говорить про себя, а не только про других. Кроме этого, онбординг-менеджера во многом более сложен, чем онбординг большинства видов других сотрудников. Во-первых, потому что объем задач и уровень абстракции этих задач для менеджера выше. То есть ему недостаточно передать какие-то простые функции, и в дальнейшем он разберется, как дальше делать. Опять же, у него определенный уровень ответственности, и ему скорее нужно передать понимание процессов и про построение и управление этими процессами, а не какие-то рядовые функции. Кроме того, в процессе онбординга, мы об этом, может, еще пару раз скоснемся сегодня, мы передаем не только информацию о рабочих каких-то функциях и операциях, мы передаем еще и культуру. Культуру не совсем в понимании, как корпоративная культура, которая написана на главной странице сайта каждой уважающей себя компании. Культура поведения в коллективе и как, в принципе, люди общаются, что принято, что не принято, как принято получать информацию, принято ли задавать вопросы напрямую или только через ближайшего руководителя, и принято ли, не знаю, задерживаться на работе или принято там овертаймить бесплатно, и так далее. То есть какие-то определенные элементы культуры, которые нужно передать всем сотрудникам, но менеджерам важнее, потому что менеджер будет потом в рамках своего проекта, в рамках своей команды, он будет эту культуру продвигать, распространять, контролировать, и когда менеджер приходит снаружи, естественно, он, но эту культуру ему взять неоткуда. Ну и, кроме того, менеджера важно онбордить качественно, потому что в дальнейшем менеджер сам будет участвовать в онбординге, как минимум в онбординге в проект, а возможно и в онбординге в саму компанию, в каких-то элементах онбординга в компании в том числе. Итак, в компании Stound весь онбординг разделен на три уровня, можно сказать, что он построен, построены три уровня, но фактически это разделение. Это онбординг в саму компанию, как бы верхнеуровневая часть, а это онбординг в департамент, в данном случае мы будем говорить про онбординг в PMO, Project Management Office, и это онбординг в проект. Три уровня нужны, потому что мы решили, что для нас, для компании, это оптимальный баланс между сложностью отдельного уровня и запутанностью процесса в целом. То есть можно было их объединить в один, можно, в принципе, онбординг постараться, если поставить себе такую цель, разделить на пять уровней. То есть для нас это на данный момент сбалансированная схема. И для каждого уровня определены оптимальные участники процесса. То есть кто онбординг ведет и порядок, в котором человек, новичок, этот онбординг усваивает, получает. Инструменты самые простые, не используется ничего космического. Это Confluence, это Google Docs, какие-то элементы жиры. И по большому счету весь инструментарий ценен содержанием, а не формой. Так что чаще всего это обычные слайды, какие-то страницы, какие-то чек-листы, просто очень хорошие. Итак, первый уровень, с которым встречается новичок, это онбординг в компанию. С первой минуты своей работы на компанию, первого рабочего дня, человек попадает в руки HR. Это нужно для преодоления стресса от непривычной обстановки. Наверное, многие из вас, особенно на первых местах работы, когда вы были совсем еще молодыми специалистами, у вас были ситуации, когда вы в первый рабочий день не очень представляете себе, что делать. Что делать, кому вы нужны, и в лучшем случае понимали, кто ваш непосредственный начальник. При удаленной работе встреча с HR происходит в какой-то онлайн форме, например, в Zoom или в Google Meet. При этом все равно рекомендовано первый день, если есть возможность подъехать в офис, провести именно в офисе. HR фактически закрывает человека в митинг-груме практически на день и проводит ему интенсивное погружение, интенсивный онлординг. Если это офис, то это будет экскурсия по офису, это будет рассказ о истории компании, ключевые внутренние политики, подписание документов и так далее. А человек взамен получает уже человека из компании, которому можно задавать любые вопросы. Это достаточно важный и, я бы сказал, наверное, один из ключевых элементов вот этого уровня у нас. Вот так заканчивается первый день. В конце первого дня человек, если это онлайн-режим, то просто покидает конференцию. Если это офис, то он потихоньку перемещается в рабочее место. И HR его отпускает. Второй блок онлординга в компанию это первая неделя. Вот на слайде вы можете видеть, как выглядит карта первой недели. То есть это со второго по пятый примерно день. Это набор обязательных тренингов, совершенно разнообразных, и прохождение тестов к этим тренингам. И по окончании первой недели остается не так и много из онлордингов в компании. Остается набор регулярных митингов с HR и непосредственным менеджером новичка для постановки целей на испытательный срок и в дальнейшем обсуждения прогресса и результатов этого испытательного срока. Главный человек, проводящий онлординг в компанию и отвечающий за него, это представители HR. По сути, элементы общего онлординга компании, они занимают первый день полностью у человека, у новичка, и в дальнейшем к ним подключаются остальные уровни онлординга постепенно. Сейчас мы посмотрим, как именно это происходит. онлординг в PMO начинается очень быстро, он начинается уже со второго дня, как только человек покинул вот этот вот первый день, проведенный в онлординге в компании. участниками этого уровня онлординга являются уже большее количество людей, чем на уровне онлординга в компании. Здесь у нас есть сам новичок, есть его функциональный менеджер. я поясню, для не очень знакомых с матричной структурой, функциональный менеджер в данном случае является непосредственным менеджером новичка, который не участвует в ее проектной активности. То есть он отвечает за развитие этого человека, как профессиональный, так и определенный карьерный рост, мотивацию, в том числе финансовую, но не участвует в управлении его проектом. То есть он ему не, ну там, не репортит, например. Следующий участник – это коотч. Мне так привычно называть, можно говорить тренер. Это роль, то есть это не позиция в компании, это роль, которую может выполнять любой проект-менеджер, работавший в компании больше двух лет. Он фактически выполняет роль коллеги, советчика, ассистента и, по большому счету, ну, наверное, основного руководителя вот этого уровня онбординга для новичка. И еще кто-то из PMO-администраторов – это группа людей, которые занимаются помощью в определении и введении процессов внутри PMO. Главный артефакт этого уровня – это такой себе обучающий чек-лист. В нем собраны разнообразные материалы, которые, с помощью которых мы передаем вот это знание, это информация новому проект-менеджеру. Примерно 80% материалов ориентированы на самостоятельное изучение. Вот остальное – это происходит передача знаний в процессе общения с функциональным менеджером, коачем или PMO-администратором. Способы передачи информации – это либо текстовые материалы, либо презентации. Они могут быть как набор слайдов, так и какая-то запись видео. И это может быть, как я уже сказал, личная встреча. Длительность вот этого онбординга, уровня онбординга в PMO рассчитана на два месяца. То есть вы можете себе представить, что количество информации достаточно большое. И отчасти это вызвано тем, что очень много процессов в компании STAWN документировано. и с своим набором документаций, которые важны для этого человека, необходимо ознакомиться. Достаточно интересным заданием было структурировать подачу этой информации. Фактически первый способ, который мы попробовали – это было структурирование по областям знаний, группировка по областям знаний, такой себе условно-справочник, когда мы даем информацию сначала об одной группе процессов, связанных потом о другой, потом о третьей, потом о четвертой. И один из фидбэков, который мы получали от новых проект-менеджеров, которые проходили успешно этот онбординг, то, что все равно до практического опыта много этой информации остается в голове разрозненной и сложновато понять общую картину. Особенно те, кто в индустрию e-commerce, например, приходили впервые, для них, в принципе, вот эти все элементы были более сложно сочетаемы между собой. Поэтому в прошлом году мы реструктурировали и перешли от условно-справочника к условно-учебнику, в котором мы те же самые материалы, практически без изменений, стали подавать в режиме от простого к сложному. То есть сначала какие-то базовые вещи, более или менее понятные, чем они объясняли какую-то связь между ними, и в дальнейшем усложняли, усложняли, усложняли. Наверное, для более сеньорных PM-ов должен быть удобнее более старый вариант, наш вариант со справочником, а для менее сеньорных все-таки вариант с построением от простого к сложному должен быть легче. Для универсальности мы решили пока остаться в режиме с учебником. Давайте теперь посмотрим, как все-таки выглядит, из чего состоит наш обучающий чек-лист. Обучающий чек-лист тоже состоит из большого количества вот этих вот фрагментов. Первая его часть – это задания по подготовке, собственно, к началу процесса онбординга, задачи как для FM-а, так для COACH-а, так и для технических департаментов компании. Второй блок – это вступительные встречи новичка с FM-ом и COACH-ем, с функциональным менеджером и COACH-ем, которые, собственно, на которых новичка знакомят с вот этим всем процессом и что, как и для чего будет происходить. Следующий, очень самый крупный блок – это задачи новичка. Именно его мы реструктурировали, и именно он сейчас разбит на базовую информацию. Это настройка рабочего места, проверка всех тулов, знакомство с этими тулами, да, там с Jira, с Confluence, кто не работал или работал мало, знакомство с основами e-commerce, и, наверное, все на базовом уровне. Второй уровень – это ключевые политики, основная информация по процессам проектного управления, управление ресурсами, ключевые элементы фазы планирования, запуска проекта. На следующем уровне мы надстраиваем на это более узкие политики, которые относятся к взаимодействию между департаментами компаний, какие-то service-level agreementы, работа эскалаций. И последний уровень – это, скажем так, дополнительные материалы, часть из которых nice to have к изучению. Это политики разнообразных смежных подразделений, политики департамента QA, политики подразделения sales, детальные презентации по разным e-commerce платформам и так далее. И последняя небольшая часть этого чек-листа – это онбординг-тест для новичка и сбор фидбэка. Фидбэка от всех участников процесса онбординга и других людей, успевших поработать с новичком во время его испытательного срока. И все это плавно ведет к закрытию испытательного срока. Отдельно хочется отметить роль коача. По сути, это смазка, без которой вот эта часть процесса будет работать в несколько раз хуже. Коач – это, во-первых, это боевой проект-менеджер в этой же компании, который знает, что, почему и где написано, знает много того, что не написано в этих материалах и может объяснить, как все это воспринимать целиком. Естественно, все материалы, они так или иначе, между ними есть какие-то промежутки информационные. Именно коач помогает эти промежутки заполнить. Плюс он себя позиционирует как коллега, а не как начальник. То есть как старший товарищ, который не имеет никакого влияния на какие-то там преференции, какую-то зарплату, мотивацию и так далее. Без коача эффективность этого уровня была бы гораздо ниже. Ну и третий уровень онбординга – это онбординг в проект. И, как вы, наверное, догадались, он начинается параллельно с первыми двумя. Почему бы и нет? Три уровня онбординга можно вполне на новичка сгрузить одновременно. Примерно со второй, иногда с третьей недели, с конца второй, где-то с начала третьей недели начинается онбординг в первый проект. И примерно к этому моменту новичок уже освоил секцию с ключевыми политиками и ключевыми процессами в компании и уже, в принципе, способен управлять проектами, так как это принято в компании стал. Соответственно, где-то в это же время он получает свой первый проект. Вообще онбординг в проект происходит двумя способами. Первый способ и первый тип – это хаотический онбординг, я его так могу назвать, который происходит до появления Project Manager. Им обычно занимается либо кто-то из sales-подразделения или engagement или account manager, то есть кто-то из бизнес-подразделения, компания Stound. И обычно это происходит либо на фазе пресейла, либо фаза opportunity discovery, то есть в то время, когда с клиентом происходят какие-то переговоры, и зачастую нужен там где-то аналитик, где-то архитектор, ну и большое количество людей, которые способны продавать. На этом этапе процесс онбординга практически не регулируется, и вот этот вот ведущий менеджер, он в свободной форме передает информацию тем людям, которых он подключает временно для каких-то выполнения конкретных небольших задач. Он же будет анбордить Project Manager, когда на проекте появится Project Manager. Этот процесс управляется уже с двух сторон, то есть с одной стороны Engagement или Account Manager обладает информацией, которую он хочет передать, с другой стороны есть процесс со стороны PMO, со стороны Project Manager, такой существенный, такой большой опросничек, вот, опять же для того, чтобы ничего не забыть, для того, чтобы задать Engagement Manager все вопросы и очень быстро сориентироваться в ситуации. Ну и после того, как Project Manager на проекте появился и уже заунбордился сам, дальнейший анбординг новых сотрудников, присоединяющихся к проекту, ведет уже этот Project Manager. Обычно это значит, что на проекте появляется команда разработки, постепенно, да, сначала лиды, опять же, возможно, новый архитектор или аналитик, дизайнеры, ну, а потом и непосредственно разработчики и тестировщики. Для их онбординга используется простой чек-лист, который, в принципе, растет вот от первого дня проекта, да, нарастает количество элементов. Фактически это перечень тулов, да, или перечень ресурсов, которым у человека должен быть доступ, перечень какой-то ознакомительной информации, с которым новый человек должен ознакомиться, вот, и, в принципе, какие-то экшены, да, там, не забыть представить человека клиенту, не забыть его, там, внести в Google календарь. Этот чек-лист, он постепенно с расширением проекта, с появлением дополнительных каких-то тулов, там, новый стек-энвайроментов появился, там, новые права доступа открылись, он разрастается, вот, и, естественно, каждый следующий человек при его онбординге используется уже максимальный чек-лист с прошлого уровня, я имею в виду, от предыдущего человека. Итак, это, так вот, быстро мы проговорили по поводу наших трех уровней онбординга, я надеюсь, что быстро. Как же эти уровни строятся, да, как мы их строили мы, как их построить вам, если вы хотите что-то поменять в компании. Процесс формируется достаточно просто, сначала мы составляем список повторяющихся активностей, которые необходимо сделать при выходе, да, нового человека в компанию, в департамент или проект, а потом мы ищем обучающие материалы, которые мы можем использовать, которые уже готовы где-то и являются либо материалами в интернете в общем доступе, либо корпоративными материалами, плюс, возможно, вам понадобится подготовить специальные материалы для онбординга, и вот как бы на третьем, третьим шагом, да, вам есть смысл просмотреть уже существующие материалы и понять, чего не хватает, где вам нужно все-таки создать что-то новое для самого онбординга. Вот, ну и важный момент, вам все это счастье, которое вы построили или которое там вам досталось и построили без вас, вам это нужно поддерживать актуальным, то есть нужно настроить какой-то итеративный процесс, когда эти материалы будут просматриваться, очищаться и обновляться при возможности. ну, отдельно стоит упомянуть, наверное, да, все это хорошо и красиво можно построить большой процесс, если у нас бесконечные ресурсы, если нам, грубо говоря, компания готова оплачивать там любой онбординг, вот, можно снять там блокбастер, просматривая который человек там за неделю узнает все и прекрасно поймет. Естественно, затраты на онбординг, они будут не супер, да, не безграничные, не очень большие и необходимо, чтобы они были, чтобы они соответствовали как важности роли, которую мы онбордим, потому что для разных ролей, как я уже упомянул, будут разные подвиды этого процесса, вот, так и частота использования, то есть если человек, роль, на которой мы онбордим человека там раз в год, то и процесс, наверное, по его онбордингу неразумно на него тратить слишком много ресурсов, вот, если мы процесс повторяем или если это очень критичная позиция, то она должна получать больше ресурсов. Так, ну что, мы, в принципе, почти закончили. Слегка позволю себе напомнить, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили, что процесс, качественный процесс онбординга наиболее важен в распределенных или в распределенных командах или при удаленной работе. Я описал, как этот процесс разделен на три уровня в компании Stound. На самом важном уровне на онбординге в PMO у нас используется Coach для того, чтобы максимально эффективно прошел процесс обучения. Сам Project Manager постепенно превращается из участника этого процесса в драйвера, когда он попадает на проект. И в конце мы поговорили о том, что поддерживать процесс тоже надо рационально и несколько ключевых моментов, как это делать.